Мы независимые православные блогеры с богословским образованием и политические пофигисты. А еще мы православные христиане из Русской Православной Церкви. Ну, той самой, где начальник, патриарх Кирилл Гундяев, которого сейчас активно обвиняют в очередной ереси. И про эту ересь мы сейчас расскажем. А вы пока проверьте, подписаны ли вы на нас. Если нет, то пока на нас подпишитесь. Пожалуйста, не пожалейте. Но сначала отдадим определению термину ересь. Ересь – это сознательное искажение религиозного вероучения. Принципиально важно, что именно сознательное искажение вероучения. Студент духовной семинарии, который плохо учится, не еретик. Или бабка в храме, которая всех учит, как надо жить, тоже не еретик. Потому что здесь не сознательное искажение вероучения, а по причине недостатка богословских знаний, говорит глупости. А вот русский писатель Лев Толстой много читал Библию и другую вероучительную литературу. Понимал ее по-своему. И когда церковники обвинили его в ересе, то есть в том, что он неправильно понимает христианство, то Лев Толстой, опираясь на Библию и цитаты христианских мыслителей древности, сказал, что вы, церковники, сами искажаете христианское учение. Ну, церковники и отлучили его от церкви. Но последователей у Льва Толстого от этого только прибавилось. То есть обвинение в ересе, как правило, взаимное. Ересь, в которой обвиняют патриарха Кирилла, известна давно и заключается на выдвижении, что для воина смерть в бою – это льготный пропуск в рай, высшее духовное добродетель или прощение всех грехов. Ну, а согласно православному догматическому богословию, решать, кого пускать в рай, а кого не пускать в рай, будет только Господь Бог. По своему божественному разумению и по своей божественной свободе. Логика христианства такова, что в загробном мире по умолчанию было так плохо, что лучше быть на земле рабом, чем в этом мире мертвых царем. И вот в этот мир мертвых спустился Иисус Христос после распятия и благоустроил там уголок для своих последователей, где им будет житься даже лучше, чем на земле. Ну и, соответственно, Бог сам будет решать, кого туда пускать. Но он же все-таки Бог. И не обязан подчиняться всяким царям, президентам, патриархам, на которых ему так сильно пофиг, как этим земным правителям пофиг на каких-нибудь просто людин. А мне пофиг. Президент России эту же ересь высказал более кратко и понятно в контексте ядерной войны. Он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ли, а мы жертва агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Патриарх то же самое говорит на более многословном в контексте спецоперации России в Украине. Церковь осознает, что если кто-то движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Патриарх то же самое говорит на более многословном в контексте спецоперации России в Украине. На самом деле не совсем то же самое, но тоже есть. Потому что в христианстве единственная искупительная жертва за всех и за каждого – это только распятый Иисус Христос. Все остальные жертвоприношения или самопожертвования, как животных, так и людей, это или язычество, которое христианством осуждается, или просто высоконравственный поступок, который людьми, может быть, приветствуется, но в мистическом и религиозном плане никакой ценности не имеет. И, кстати, патриарх не сказал ничего про попадание в рай, но искупил солдат все свои грехи смертью в бою. А его в Царство Небесное к себе Иисус Христос возьмет и не пустит, например, потому что он был мусульманин, атеист, родновер, или у него свой Бог в душе. И хитрый патриарх не виноват. Он, в отличие от президента, попадание в рай не обещал. В общем, получается, что и президент, и патриарх – оба еретики? А вот и нет. Как уже было сказано, ересь – это сознательное искажение вероучения. А вероучение искажается неоднократным выступлением на публике, а комплексом мероприятий. С уничтожением неправильных книг, изменением учебной программы в духовных учебных заведениях, кадровыми перестановками, преследованием за богословские убеждения. К сожалению, такие вещи в истории известны. И сейчас очень сильно не так, как было во времена иконоборчества или орианства. Слава Богу! Особенно с учетом того, что в другой раз перед другой публикой, например, в обычном приходском храме на день памяти какого-нибудь древнего святого богослова, патриарх скажет что-то другое, в том числе опровергающее эту ересь. А президент и патриарх – это политические деятели, которые могут на публику сначала сказать одно, а потом прямо противоположное. Президент вообще может сказать, что я не богослов, и мое высказывание – это добросовестное заблуждение. Президент скажет, «Я начитался Ивана Ильина». Все претензии к этому русскому философу. Виноват Пушкин! Нет, виноват Ильин! Виноват Ильин, конечно, точно! И пофиг! А мне пофиг! А патриарх вообще может сказать, что меня заставили. Мне дали понять, что если я духовно не промотивирую военных на участие в спецоперации России в Украине, то мне сократят финансирование храмов из государственного бюджета. А один храм вооруженных сил в парке патриот содержать стоит больше, чем доход от всех церковных треб и от продажи всех свечей во всех храмах России. Так, это только содержать храм. Да, один храм. А батюшки хотят кушать. В том числе и в этом. А храмов много, и все надо содержать. И даже если ничего такого не было сказано патриарху, то страх и глаза велики. Содержание храмов – это вообще дорогое удовольствие. И даже во времена, когда церковь была крупнейшим феодалом, то строительство, содержание и перестройки неоднократные Исаакиевского собора активно подкармливались деньгами из госбюджета. А сейчас РПЦ сильно беднее, чем в те давние, да революционные, счастливые для церкви времена. Наш любимый священник Георгий Максимов сделал на эту тему исследование. Недавно нас особой силой зазвучали в интернете голоса, обвиняющие патриарха Кирилла в ереси. С цитатами христианских мыслителей древности и высказываниями церковных иерархов из других поместных церквей, в частности, в контексте, когда США где-то спецоперацию проводили. И далее в этой статье католический автор пишет. Можно задаться вопросом, что бы святой Амбросий подумал об этой войне в Ираке, если бы он был здесь сегодня? Речь идет про войну, развязанную в Ираке Соединенными Штатами Америки, гражданином которых является автор. И он далее пишет. Амбросию никогда не приходилось беспокоиться об угрозе ядерного оружия или опасаться нападений со стороны страны, расположенной на другом конце света. На мой взгляд, святой Амбросий согласился с причиной войны в Ираке. И там довольно часто подобные ереси высказываются. А почему бы им не высказываться и в древности, как в современности? Ну, например, захотел в Средневековье какой-нибудь отряд сарацинов поучаствовать небесплатно в военной движухе римского папы или константинопольского патриарха. Вот только проблема в том, что они мусульмане. И им надо что-то наборехать, чтобы духовно замотивировать. А то ведь они могут завербоваться и на сторону противника, если тот побольше вознаграждения в загрудной жизни пообещает. Политика, ну просто политика. И пофиг на то, что у Бога есть своя воля, и пофиг на догматику. А мне пофиг. Ну просто политика. И пофиг на то, что Бог сам решает, кого в царство себе берет, кому какие грехи прощает. А мне пофиг. Ну, политика есть политика. А мне пофиг. В православии есть такая заморочка по имени цитатное православие, когда цитаты святых отцов рассматриваются исключительно как что-то вероучительное. А с научной точки зрения все эти высказывания должны рассматриваться с учетом исторического контекста. То есть, в какой ситуации это было сказано? В частности, кто рядом с автором с кем-то воевал, или с кем-то против кого-то дружил, и кто автора кормил, и кто мог автору сильно нагадить. Ведь святые отцы – это же не сферические ангелы в вакууме, а реальные исторические деятели, которые свои умные мысли высказывали в конкретной политической обстановке, и сами были политическими деятелями, или церковными должностными лицами. И в ситуации, когда надо замотивировать своих воинов, им надо пообещать льготы в загробной жизни, а если надо демотивировать чужих воинов, или осудить невыгодную военную движуху, то можно отлучить воинов от евхаристии, как убийц. Просто политика, ничего личного. А желание найти у патриарха Кирилла ересь имеет под собой конкретную политическую задачу. В рамках процесса деглобализации многие хотят отделиться от РПЦ и присоединиться к другой поместной церкви, или вообще получить самостоятельность по имени автокефалия. Боролись за все, а мне пофиг. Но отделяться по экономическим и политическим причинам церковной морали считается предосудительным. Зато отделиться, если начальник еретик, то это наоборот. Круто! Значит, мораль. Надо найти публичное еретическое высказывание, что и было успешно сделано. А вот патриарху надо было бы с учетом сложной политической обстановки поосторожней высказываться. Но для этого надо окружать себя умными помощниками. А ведь умные помощники могут подсидеть в твое место занять. Ну да. А судя по кадровым перестановкам, у Гундяева политика «Нам не нужны умные, нам нужны верные». И вот результат этой политики. Все, кто хочет отделяться от РПЦ, получили уважительный повод. А этот уважительный повод очень важен, потому что тех, кто отделяется от РПЦ, должны признать самостоятельными православными церквями другие поместные церкви. А для этого нужна уважительная причина для отделения. Если нет таковой, то будут считать сектантами и раскольниками. Таким образом мы высказываем наше субъективное мнение на тему, насколько патриарх Кирилл Гундяев еретик или не еретик. Патриарх Кирилл не еретик, но говорит ересь, чтобы выслужиться перед российским президентом и российскими военными, в надежде получить вознаграждение в этой земной жизни. Однако на религиозные убеждения патриарха всем пофиг. А мне пофиг. Для тех, кто хочет отделиться от РПЦ, вполне достаточно одного публичного высказывания, чтобы получить уважительную причину для своего отделения. Ну а нам, как мирянам, даже если патриарх Кирилл и был бы убежденным еретиком и нес бы откровенную ересь, деваться некуда, потому что в России у РПЦ монополия на православное вероучение и православные обряды. И если применить древнюю ассоциацию с кораблем к церкви, то в случае, если патриарх Московский и всея Руси станет настоящим еретиком, то для мирян будет актуально следующее утверждение. Никуда ты не денешься с подводной лодки по имени РПЦ в России. А мне пофиг. Ну а мы рады будем прочитать мнение наших зрителей в комментариях. В принципе, мы не обидимся, если вы нас похейтите, обзовете еретиками. Нам пофиг на хейт. А мне пофиг. Точно. У нас все-таки свобода вероисповедания. До свидания.